Дорогие друзья, с вами Яна Федорова. И в этом видео я хочу вам показать такой интересный цветок на нашей клумбе. Как обычно, я вам люблю показывать, что у нас растет. Это камнеломка. Вот она какая красивая. Такие розеточки у нее. Видите, вот маленькие крохотные розеточки. Вот она. Малюсенькие розеточки. И над этими розетками возвышаются на крепких цветоносах такие облачка белых цветов. Ну вот этот цвет, камнеломка белая. А бывают еще разные. У меня дома есть розовая. Я ее там укоренила. Я вам покажу сейчас, как я это сделала. Так, насчет камнеломки еще что. Вот на этой альпийской горке она у нас растет. Ну, клумба сделана наподобие альпийской горки. Вот флокс шиловидный, который я вам показывала. Как красиво еще больше весь распустился. Обалдеть, красотища. Такое облачко. Вот снова камнеломки. Там разные другие у нас цветы. Пустарники. Бадан там уже отсвел. Ну, скоро зацветет еще разное много. У нас эуфорбия здесь посажена. Ну вот снова к камнеломке сейчас возвращусь. Вот она очень хорошо растет на любой практически почве. Здесь у нас почва, ну, не очень хорошего качества и глинистая. Но она на ней себя прекрасно чувствует. И среди камней она растет хорошо. Поэтому, собственно, у нее и название такое. Камнеломка. Когда она растет практически среди голых камней. На какой-то крошечке почвы. И кажется, что она как бы сломала камень. Поэтому и название у нее сохранилось. Камнеломка. Это многолетник. Очень зимостойкий. Вот даже в наших сибирских условиях. Красноярский край, город Зеленогорск. Совершенно не вымерзает. Зимует без укрытия. Абсолютно без всякой защиты. Абсолютно неприхотлива. Ну, только когда засушливо можно немножечко полить. Ну, в принципе, можно и не поливать. Она не боится ни засухи, ни жары, ни заморозков, ни холода. Ничего не боится. Настолько она неприхотливая. Вот эти маленькие крошечные розеточки. Вот такую розеточку возьмешь. Вот там старые, допустим, уже прошлогодние, как бы сказать, побеги, что ли. Она была в прошлом году такой же розеточкой. А теперь она вот за зиму вот так вот, как бы это назвать, обвечала, что ли. И дала новые вот эти розетки. Эту розетку можно отстричь и укоренить в тепличных условиях. И вот года за два вот такая крошечная розетка разрастется в такой вот кустик пышненький. И она все-все-все закрывает всю почву. Вот она, почва покровная. Практически покрыта вот вся эта площадь, вся земля, где она посажена, у нас все покрыто. Она так вкусно пахнет, ароматно. В общем, замечательный цветочек, эта камнеломка. Она многолетняя, как я уже сказала. Совершенно неприхотливая. Вот мне очень она нравится тем, что посадил, прикоренил ее и практически забыл. Никакого ухода абсолютно. Даже вот сорняков среди нее нет, потому что она почву всю вот так покрывает, и они не пробиваются. Она как бы их подавляет. Ну, в общем, вот какая красотища. Размножается очень легко. Семенами трудновато ее, потому что, конечно, семена мелкие, и зацветет она на второй год. Это долго очень будет. Ну, вот такими, как бы очеренковать такими маленькими розеточками очень даже запросто. Либо делением куста. Ну, самое лучшее, конечно, розетками. Я вам сейчас покажу, приду домой. Там у меня с розовыми цветочками укоренена эта камнеломка. Ну, вот это у меня здесь в тепличке укореняется камнеломка. Вот это вот с розовыми цветочками. Вот, видите, как я вам и говорила, просто маленькую розеточку взяла, приткнула их, вот они. И они стоят, укореняются, и вон уже цветут. Камнеломку также можно выращивать и дома, как домашнее горшечное растение. Вот она прекрасно себя чувствует. Эта розочка образует впоследствии много разных, много еще розочек таких, и будет как бы такой ковер. В общем-то, прекрасно смотрится дома и в горшочках, в каких-нибудь композициях. Главное, что она совершенно неприхотлива. Вот для меня хорошее качество, которое я оценю больше всего, что она многолетняя и морозоустойчивая, зимует без укрытия, как я уже говорила. И совершенно неприхотливая. Она может расти, это замечательная камнеломка, как в домашних условиях, так и на улице. И прекрасно себя чувствует, совершенно не требует никакого ухода. Совершенно несложно за ней ухаживать. Камнеломка может расти, как и на солнечных участках, она хорошо растет. И в полузатенении, в таких полутенистых местечках она прекрасно себя чувствует. Так что вот, примите на заметку такое хорошее, неприхотливое растение, цветочек камнеломка. Так, вот она у меня здесь укореняется в тепличке, она еще не совсем укоренилась. Я ее вот так, просто наломала вот этих розеточек и вот так в тепличке ее держу. И вот она уже прикореняется, и цветочки даже появились. Значит, она себя прекрасно чувствует. Скоро можно будет уже через недельку эту тепличку снять, и она у меня привыкнет к комнатным условиям сухого воздуха. А потом я ее постепенно приучу уже к уличным условиям. Вынесу на балкон ночью, пока у нас холодные, поэтому я приучаю все свои растения на балконе сначала, дня 3-4 подержу, а потом выношу на улицу, сажаю в открытый грунт. Дорогие наши зрители, если вам понравилось мое видео, как всегда, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.